Пэт Кэддиган. Искусники. Глава первая. «Я скоро умру», — сказал Джонс. Статная тату-художница замерла, занеся иглу над незаконченным вторым лотосом на предплечье полупустого кадра в отключке, который сидел в кресле, свесив голову. «Как опять?» «Не смейсь, надо мной гатор». Джонс нервно провел костлявой рукой по поредевшим волосам. «Разве ты слышишь смех? Тебе кажется, что я смеюсь?» Она поудобнее уселась на высоком табурете и подвинула руку с незаконченной татуировкой ближе к свету. Рисунок лотоса особенно сложен. К тому же необходимо было вписать его в уже имеющийся узор, а глаза девушки порядком утомились от ночных трудов. «Нет, я никогда не смеюсь над теми, кто так часто умирает. Знаешь, когда-нибудь ты доиграешься с адреналином, вся система откажет, и ты уже не очнешься. Может быть, это произойдет довольно скоро?» «Чем быстрее, тем лучше». Джонс повернулся к ней, отведя глаза от эскиза при шпильном к стене палатки. Череп в рамочке изрос. Киля ушел. Гатор убрала иглу и промокнула на колку. Кожа у всех кадров на мимозе отличалась поганым качеством, но создания это были смирные и служили надежным хранилищем данных. Терпеливо дожидались на месте, где их оставляли. Да и крали их редко, в отличие от других видов копий. «А ты чего хотел? Думаешь, легко жить с человеком, который постоянно умирает?» В ее больших зеленых глазах явственно читался укор. «Лечиться тебе пора, Джонс, ведь ты подсел». Горькая улыбка на лице Джонса заставила Гатор быстро перевести глаза на свои лотосы. «Джонс и его наркотик. Конечно, но мне уже все равно, и я ни о чем не жалею. Если бы мне пришлось еще хоть на день застрять в той депрессии, я бы точно покончил с собой. Раз и навсегда». «Не люблю говорить о том, что и так очевидно, но в данный момент ты в депрессии. Вот поэтому я скоро умру. А Килли не от меня ушел, он вообще ушел». Художница прервала работу еще раз, чтобы набрать чернил в иглу, держа безвольную руку кадра на колени. «А что, есть разница?» Он оставил записку. Джонс выудил бумажку из заднего кармана брюк, расправил ее и протянул девушке. «Поднеси ближе к свету, у меня руки заняты». Он так и сделал. Несколько мгновений, на протяжении которых девушка разглядывала записку, казалось, тянулись очень долго. «Ну?» Не вытерпел он. Гаттер отодвинула его руку с запиской в сторону и вновь склонилась к татуировке. «Помолчи минуту, я думаю». Снаружи донеслись оглушительные звуки. Это уличные музыканты, игравшие всю ночь, снова принялись за работу. Взмахнув по цеплячьей руками, Джонс подскочил на месте, будто его ударили током. «Вот дерьмо, как ты можешь думать в таком грохоте?» «Не слышу, что ты говоришь». Кивая в такт музыки, она закончила лотос и положила иглу на поднос. Осталось вплести в узор еще один цветок, и можно будет отправить кадра обратно под пирс, откуда она его и взяла. Гаттер распрямила спину, растирая поясницу. «Если ты действительно собрался умереть, хотя бы помассируй мне шею напоследок». Джонс принялся разминать ей плечи. Музыка снаружи чуть поутихла, отдаляясь, видимо, ребята двинулись на гастроли по улицам. «Удачи вам и кликните на помощь, если вас заметут». Тут в палатку ворвался высокий мужчина в плаще до самого пола, и Джонс снова дернулся от неожиданности. «Эй, полегче». Гаттер шлепком сбросила руку Джонса с плеча. «Ты что, вулканец?» Даже если до Джонса и дошел смысл упрека художницы, вдруг вспомнивший древний сериал, он не подал вида. Все его внимание было занято черными узорами, которые велись по белой ткани плаща и волнами перемещались по его поверхности, то неуловимо вырастая в размерах, то уменьшаясь. «Впечатляет», — сказала Гаттер, потирая место, где Джонс надавил слишком сильно. «Кто пошил? Мандельброд?» Мужчина встал спиной и развернул плащ во всю ширину. «Согласился бы умереть за такой, да?» «Это вряд ли», — мрачно откликнулась Гаттер. «Если ты ко мне, то ошибся адресом. Я не делаю тату мультипликаций». «Собственно, я тут кое-кого искал». Он быстро придвинулся к кадру, все так же мешком сидевшему в кресле и вгляделся ему в лицо. «Не, не он. Ну и ладно». Выпрямившись, он еще раз замахнул плащом. Тот запульсировал муаровыми узорами. «Если тебя интересует, мы направляемся в Ферфакс». «Ферфакс-дыра». «Мы устроим там достойную вечеринку». Мужчина расплылся в предвкушении. «Я в курсе, кто ты такой». Откликнулась она, будто в ответ на его слова. «Спасибо за приглашение, но, как видишь, я занята». Он перевел взгляд с кадра на Джоунза, по-прежнему зачарованного плащом. «Странный вы тут народ на мимозе». «Не тебе бы говорить». «В последний раз зову. Точно не поедешь». Он слегка наклонился. «Поцелуешь на прощание?» «Пусть это останется твоей мечтой», улыбнулась она. «Ладно, я включу тебя в свое видео». «Вальжан!» раздался крик снаружи. «Идешь?» «Бегу изо всех сил», — отозвался он и вылетел в окружении роя фракталов. «Давай массирую. Никто тебя пока не отпускал». Джонс послушно возобновил массаж. Уличные музыканты ушли, и наступило относительное затишье. Только откуда-то издалека доносилась минорная импровизация на синтезаторе. «Вот что я думаю», — помолчав еще немного, — сказала девушка. «Тебе нужно примириться с Создателем, хочешь ты этого или нет, исповедаться по всей форме». Джонс резко хохотнул. «Ну, конечно, и святой Дисмос мне сразу поможет». «Как знать?» «Я не из его паствы, ему нет до меня дела». «Теперь есть. Ты определенно попадаешь в его ведение как неизлечимо информированный. Дай-ка мне снова посмотреть записку Килли». Джонс передал ей бумажку, и пока он прорабатывал пальцами шейной позвонки снизу до самого основания черепа, она всматривалась в текст. «Удиви». «У-ди-ви» может означать только, в общем, ясно, разделить, накрыть немного зеленых яиц сверху и вперед. «Бди-и-и-и». Вот это «бди-и-и-и» особенно умиляет. Джонс снова рассмеялся. «Да уж, Килли нужна помощь, а не мне. Это его чертовое бдение. Я ведь говорил ему, что однажды он влипнет. Я умолял его обратиться за помощью». «К тем же, кто и тебе помог? Всадить себе имплантат какой-то богадельни, которой для тебя и дела нет, пока твоя страховая компания исправно платит?» Она сбросила его руки с плеч и направилась к портативному компьютеру в углу палатки. На экране вращалось изображение веточки плюща, позволяя рассмотреть ее со всех сторон. Гаттер пробежала пальцами по клавиатуре. К веточке добавилось несколько листиков. Нажала какую-то клавишу, и экран разделился на две части. Плющ отодвинулся вправо, а в левой половине появилось меню. «Посмотрим. Может, кто-нибудь что-то знает?» — сказала она, коснувшись одной из строк, меню мизинцем. «Съешь записку». Не хотелось бы умирать на полный желудок. Гаттер вздохнула, но отвечать не стала. Меню в левой части экрана сменилось надписью большими квадратными буквами «Автоответчик доктора Фиша». Одной рукой она набрала слово татуировки. В ответ высветилось «Ю слэш один» или «Ди слэш один». «Ю слэш один» — напечатала она и, подождав немного, нажала еще одну клавишу. Линия, разделяющая экран, пропала. Вращающаяся веточка застыла и медленно исчезла. Доктор благодарит вас за посещение и напоминает, что необходимо правильно питаться, не переутомляться, регулярно проходить детокс и обязательно консультироваться с лечащим врачом, прежде чем приступать к новой программе упражнений. И кран очистился, гатор потянулась за сигаретой. «Никто ничего не знает», — сказала она. «Завтра еще раз выйду на «Автоответчик» и посмотрим». За ее спиной послышался мягкий удар о землю. Джонс лежал на утоптанном песке, мертвый. Девушка застонала. «Ах ты, дерьмо! Ты все-таки сделал это, ни к чем, намерзавец! Надо бы тебя просто выбросить на помойку. И я могла бы так поступить, но только ведь Килли о тебе заботился, бог знает почему». Она вновь повернулась к компьютеру и вызвала на экран узор с черепом в венке из роз. Любопытно, что Джонс выбрал именно его. Это подтверждало ее теорию о том, что каждому человеку соответствует своя татуировка, по крайней мере одна, нанесенная или нет. Правда, в ее состоянии вид черепа мог притягивать взгляд сильнее, но в ее коллекции были другие узоры, гораздо откровеннее символизирующие смерть, на которые он не обратил ни малейшего внимания. Снова разделив экран на две половины, Гаттер открыла меню почты и загрузила узор с черепом и розами, сопроводив его коротким письмом. В приложении новый узор, которым мы предлагаем вам, как члену клуба «Татуировка месяца». Вы можете нанести его, когда вам будет удобно, но прежде чем нарушать целостность кожных покровов, не забудьте проконсультироваться с врачом. Затем нажала ввод и стала ждать. Экран снова опустел, только в правом нижнем углу мигал небольшой квадратик. Шли минуты. Оставив буфер открытым, она подошла к кадру в кресле. Тот либо спал, либо перешел в бессознательное состояние. Перетащила его к входу и там оставила. Скоро придут мальчишки, собирающие мелочную еду, можно будет заплатить им, чтобы они отволокли его обратно под пирс. Потом усадила на место кадра Джонза и обнажила его левую руку. Может, стоит украсить его тем черепом с розами, просто чтобы он себя лучше чувствовал, решила была она, но затем передумала. Если уж такой разборчивый, пусть платит. Гаттер помнила Джонза еще в те времена, когда он пытался взламывать видео, а потом просто болтался без дела, регулярно принимая наркотики сам и помогая их доставать другим. Единственная разница между ним и такими, как Вальжан, заключалась в том, что последний довольно долго ничего не употреблял и даже смог сколотить себе неплохую рок-группу. Или, может, она просто завидовала ему, потому что ей самой по роду работы приходилось всегда оставаться трезвой. Компьютер тихо пикнул. Девушка подошла к нему. «Еду!» Слово мигнуло пару раз и исчезло. Снова вызвав узор плюща, она установила нужный размер и отправила его на печать. Маленький кубик принтера выплюнул полоску бумаги. Художница прижала ее к предплечью Джонза и разгладила двумя пальцами. Минуты позже отклеила бумажку и всмотрелась в рисунок на бледной коже. Качество отменное. Она взялась за иглу. Входное полотнище палатки откинулось и пропустило двоих мальчишек. Мрачного пятнадцатилетнего парня она уже знала, а его костлявого дружка видела впервые. От силы двенадцать. «Да, стареем», — подумалось ей. «Отнесите его туда, откуда брали», — сказала она, указывая на лежащего на полу кадра. «Если не дотащите, то спрячьте где-нибудь по дороге и хорошо запомните место, чтобы мне смогли объяснить». Старший из ребят кивнул. «И сами не потеряйтесь», — продолжала Гаттер. «Потом нужно будет перетащить вот этого». Она слегка помахала рукой Джонза, держа ее своей. «К одной моей подруге». Мальчишка шагнул ближе и подозрительно скосился на Джонза. Его дружок стоял за спиной напарника и большими испуганными глазами смотрел то на Джонза, то на нее. «Похоже, мертвый», — выговорил старший. «Он был мертв, а сейчас в коме». «За это накольшь нам», — указал он на узоры. «Вы поможете мне по доброте душевной», — засмеялась она. «О татуировках поговорим позже. Гораздо позже». «Эй, эй, не грузи меня!» Он воинственно выставил вперед нижнюю челюсть. «У меня уже есть две». «Радость моя! Ты можешь считать себя взрослым и крутым, но здесь последнее слово за мной». Он накинул компьютер жадным взглядом. На экране снова медленно поворачивалась веточка плюща. «Не сделаешь, значит?» Разговор окончен. Парень обиженно надулся. «Тогда не расслабляйся, к тебе могут гости нагрянуть. Хакеры, которые ко мне залезут, могут ведь и на доктора напороться. Так что просто верните этого кадра на место и будьте поблизости, тогда и поговорим. Только по-английски. Я вашего птичьего языка не знаю. И наркотиков у меня не просите. Я и раньше ничего вам не давала, верно?» «Вот он, нарк», — подросток показал на Джонза. Потом, ухватив кадра за ноги, мальчишки выволокли его из палатки. «Да, детки», — подумала она и принялась за плющ. Ко времени прихода Розы татуировка была почти закончена. Глава вторая Самое неприятное в ночном заседании суда вгоняет в сон, в глаза хоть распорки ставь. Сидя на задней скамье в переполненном зале, зажатая между каким-то юнцом, звавшимся то ли Кларенс, то ли Клоп, и безымянным парнем в ковбойских сапогах, Джина пыталась подсчитать неизбежные убытки. Заводила и она не была, поэтому участие в набеге потянет не больше, чем на 50. Максимум на сотню, если ко времени, когда подоспеет ее очередь, судью уже успеют довести до белого коленя. Употребление алкоголя и наркотических веществ в публичном месте неподобающее поведение, недонесение о готовящемся набеге, нарушение права владения, сопротивление аресту, все вместе, скажем, еще 150, с учетом позднего времени, возможно, 200. Хотя предъявлять ей обвинение в сопротивлении аресту было бы в высшей степени забавно. Она только пыталась скрыться и, насколько помнил, никому не успела даже врезать, когда ее схватили. Да и любой на ее месте припустил бы без оглядки, если бы за ним погнался целый батальон копов. «А, пошли они все, одним обвинением больше, одним меньше, какая разница? Штрафы съедят всю ее наличность, да еще с лихвой, значит, снова будет вычет из зарплаты, ну да и черт с ним. Сейчас важно было поскорее выбраться отсюда, найти Марк и отвезти его домой. Несчастный наркоман дал ему влечь его за собой опять, а ей расплачиваться. Ее вообще бы тут не было, не отправься она на его поиски». Взяли старт с побережья Манхэттен-Хермоза, который подростки прозвали Мимозой, участка развалин, оставшихся после землетрясения, обиталище отверженных. Она была еще совсем девчонкой, когда шарахнула, да и жила они в Лос-Анджелесе. Ребята, которые тусовались на Мимозе, тоже не помнили землетрясения. По их мнению, старый манхэттенский пирс и пирс-Хермоза с рыбацкой верфью на берегу всегда служили лишь укрытием для кадров. И вот часть из них, возможно, помнила времена до большого толчка. Хотя и не все, кто это утверждал. Собственно, пирсы не должны были бы выдержать того толчка, хотя теперь поговаривали, что это вряд ли был большой, а скорее так, полусредний толчок. Однако, если не считать провалов на старой рыбацкой верфи, стояли пирсы пусть и не в лучшем виде, но крепко. Не то, что Марк. Пережить землетрясение, а потом бедлам на грани тысячелетий – неплохая подготовка, чтобы потом основательно сосредоточиться на созерцании собственных ступней, сидя под пирсом и накачиваясь всяким зелем, ходившим на мимозе в изобилии. Марк всегда был готовым кандидатом пристроиться тут на песочке, даже в прежние годы, когда еще не начали по-настоящему сказываться несчетные вечеринки с его участием. Порой она испытывала страшное искушение позволить ему безвозвратно скатиться вниз, в кроличью нору в собственном мозгу. Ведь, как известно, кто-то способен остановиться, а кто-то – нет. Но она не могла бросить его на произвол судьбы. И даже неважно, есть шанс его спасти или уже нет, заставить себя отказаться от этих попыток она никак не могла. Поэтому и провела еще одну ночь на мимозе, заглядывая в покосившиеся сараи и пристройки, под пирс и искала среди собравшихся потусоваться, спугивая по дороге какие-то парочки, чтобы забрать его домой, засунуть под душ, протрезвить хоть немного и подготовить к первому дню работы в корпорации, до которого оставались сутки. Кто-то из завсегдатаев видел Марка в компании, направлявшейся в Фэрфакс. Накачавшуюся под завязку, ясное дело. Хотя дурню были не по душе все эти набеги, но, видимо, кто-то, вроде Вальжана и его безбашенных дружков, запудрил ему мозги и пообещав незабываемое веселье. И кому понадобилась эта вылазка в развалины Фэрфакса? Джина домчалась до Фэрфакса, выжив все возможное из арендованной двухместной красной машинки городского сообщения. Величественные руины зала Пан-Пасифик кишели народом. Фанатами трэша и рока вовсю торговал передвижной лоток наркотических разносолов, а хакеры, рассевшись повсюду с ноутбуками, гоняли на них обводные программы, чтобы сбить с толку системы безопасности. Все как на любом незаконном сборище, наскоро устроенном в общественном месте. Но Марк куда-то уже свалил, если вообще здесь появлялся. Не успела она напасть на новый след, как нагрянули копы и всех разогнали. Поглощенная мрачными мыслями, она уже чуть было не задремала, когда вся масса народу, собравшаяся впереди нее, встала навстречу судье. Справа от джины какой-то тип с видеокамеры перелез через два ряда, чтобы взять лучший ракурс. Что, еще одна подпольная клиника? Устала спросила судья, глянув на свой монитор. «Три группы обвиняемых, ваша честь», — объяснил обвинитель. «Врачи, персонал и пациенты». «В такой час?» — судья пожал плечами. «Хотя, конечно, врачи всегда к услугам пациентов. Ведь если бы вы не оперировали круглосуточно, кое-кто из пациентов мог бы и передумать. Лучше бы вам заниматься страховым подлогом где-нибудь в другом месте, вроде Марса. Повторно задержанные есть?» «Мы к этому вскоре перейдем, ваша честь», — поспешил вмешаться обвинитель, заметив, как несколько рук потянулось вверх. Джина подалась вперед, усталость как рукой сняло. Обычно, чтобы пресечь страховой подлог, не устраивает рейд среди ночи. Монотонно стали зачитывать обвинения. Сговоры для совершения подлога, подлог, неоправданные процедуры имплантации, обычные обвинения против клиники, которые под предлогом лечения депрессии, приступов эпилепсии и других нарушений мозговой деятельности имплантировала чипы пациентам. Подумаешь, очередная богадельня. Девушка опять начала клевать носом. Незаконное взаимодействие с машиной. Глаза снова широко открылись. По залу суда прокатился шум, кто-то издал сдавленный смешок. Тип с видеокамеры перелез через ограждение, отделяющие места для зрителей, и теперь не спеша снимал всех обвиняемых. «А что, господин обвинитель, подразумевается под незаконным взаимодействием с машиной?» спросила судья. «У вас на экране должна вот-вот появиться нужная информация, ваша честь». Судья ждала, все присутствующие тоже застыли в ожидании. Прошло около минуты, после чего судья с раздражением отвернулась от экрана. «Пристов, ступайте сейчас же вниз и сообщите, что у нас технические проблемы. Не надо звонить. Пойдите, доложите лично». Сидевший рядом с женой не то Кларенс, не то Клоп, громко и напоказ чихнул. Судья ударил молотком по столу. «У нас тут есть эффективный способ лечения приступов веселья. Шесть месяцев за оскорбление суда кто-то может назвать старомодным снадобьем, но оно безотказно, да и направлять счет вашей страховой компании не потребуется». Судья перевела гневный взгляд на обвинителя. «Вас неоднократно предупреждали, чтобы вы не вводили данные свидетельских показаний и конфискованные материалы без должной процедуры очистки». «Все процедуры были выполнены, ваша честь. Очевидно, они нуждались в обновлении». «Кто отвечал за хранение этих данных?» спросила судья, ввела группу обвиняемых строгим взглядом. «Кто-то в середине робко поднял руку». «Ваша честь», — вмешался адвокат, — «персонал, отвечающий за хранение данных, не может привлекаться к ответственности за распространение вирусов. Согласно решению по делу Валю против МакДугала, МакДугал не был признан виновным в распространении заражения, которое уже могло иметь место». Судья вздохнула. «Тогда к кому принадлежат эти данные?» «Ваша честь», — еще быстрее внесла протест адвокат. «Имя владельца данных не может быть оглашено без установления». «Ясно, ясно», — отмахнулась от ее слов судья. «Вирусы возникают сами по себе, проникают в сеть без участия человека, и никто никогда за это не несет ответственности».